Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа подробностей. Сегодня у нас в гостях Зинаида Артёмкина, заместитель директора по научно-просветительской работе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Здравствуйте! Здравствуйте! Зинаида Григорьевна, рада вас видеть в нашей студии. А сейчас конец года, и практически все мы подводим какие-то итоги. Что сделано за этот год, что достигнуто. Если можно, расскажите, как проходила работа в этом году в Рязанском Кремле. Какие были наиболее интересные проекты? Вы знаете, кажется, что совсем недавно был дан старт года литературы. А уже сегодня он передает свою эстафету коду кино. И мы подводим итоги. Я хочу сказать, что для нашего музея-заповедника этот год был весьма и весьма успешным. Все те проекты, которые были нами запланированы на год, все выполнены. И об этом говорят не только количественные показатели, но и качество наших мероприятий. Нами было проведено большое количество всевозможных мелких мероприятий и крупных. Это праздники, акции, проведены занятия, проведены анимационные программы. И было выполнено очень много выставочных проектов. Так как 2015 год являлся годом литературы, то, естественно, большинство наших проектов и мероприятий было посвящено этому году. Прежде всего, я хочу отметить наше масштабное мероприятие, которое произошло на городище Старая Рязань 5 сентября. Это праздник, который мы планируем сделать ежегодным. Историко-патриотический праздник Старая Рязань. И вот в этом году он был посвящен одному из древнейших произведений литературы «Повести о разорении Старой Рязани». Театр «Предел» из Копина молодежный участвовал в спектакле «Тризни», режиссером которого являлся Владимир Дель. Наш ежегодный летний праздник, летний день в Рязанском Кремле, также был посвящен литературной тематике. И в рамках этого праздника мы провели литературный квест, провели книгообмен, книгооборот называлась эта акция. И была открыта выставка, которую нам предоставили наши коллеги из Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Слово о полку Игоре». Эта выставка была посвящена 830-летию этого памятника, выдающий памятник древнерусской литературы. В течение всего года мы, сменяя одно за другое, у нас демонстрировались выставки, которые были посвящены нашим землякам-резанцам, поэтам, писателям, драматургам. Ну, следует назвать выставку «Быть поэтом». Она посвящена Сергею Сенину, его 120-летию. Также «Рязань литературная», на которой мы рассказывали о писателях конца XIX – начала XX века. Это Алексей Силыч-Новиков-Прибой, это Александр Афиногенов, это Сергей Буданцев. И еще очень интересная выставка, которую посетили рязанцы – это «К вам павшие в той битве мировой». Она посвящена была военным корреспондентам, писателям, фронтовикам, Константину Симонову, Николаю Богданову, Юрию Королеву. Также этот год у нас ведь прошел под знаком Великой Победы, поэтому многие наши проекты были посвящены как раз и этой теме. Рязанцы помнят «Ночь музеев», которая у нас была как раз посвящена нашим памяти о наших воинах, о защитниках, о тех, кто победил в Великой Отечественной войне. Был концерт, была акция совместно с Академией ФСИН России и Музеем воздушно-десантных войск. Очень такой насыщенный был год. Да. Мы поняли. Вы в конце года, не знаю, ведете какой-то подсчет того, сколько человек посетило Ваш музей за год и как из года в год эти показатели меняются? Естественно, у нас есть показатели. Конечно, в этом году нас посетило более 177 тысяч человек. Это посетители, которые прошли по нашим экспозициям одиночно и посетили наши экскурсии. Но также мы отдельно считаем и тех людей, которые приходят как раз на наши праздничные мероприятия. За год у нас их было 287. И вот как раз все эти мероприятия посетило где-то более 15 тысяч человек. Ну вот если смотреть на, допустим, прошлый год, да, людей, которые интересуются искусством, которые ходят в музеи, их становится больше? Естественно, их становится больше. У нас существует динамика. То есть мы ведем процент подсчет количественный в отношении, значит, прошлого года. Если, например, в прошлом году у нас была посещаемость 173 тысячи, то сейчас 177 даже с небольшим, потому что эти цифры у нас на где-то 10 декабря были посчитаны. Вот. И количество экскурсий у нас возросло где-то более 350 экскурсий вот за год. Это хороший показатель. А с чем вы это связываете? Развивается туризм в Рязани? Или сами рязанцы стали больше интересоваться историей города? Скорее всего, это относится к тому, что, конечно, рязанцы интересуются своей, прежде всего, историей. Особенно вот в этот год. Он же был необычный год Великой Победы. Поэтому выставки вот такой тематики, они посещаются, экспозиции. И еще вот хочу сказать о том, что молодежь часто ходит на наши мероприятия, особенно вот на ночь музеев. И отрадно то, что в этом году наши молодые сотрудники, это экскурсоводы Екатерина Сорокина и Анастасия Дягилева, сами придумали занятия по Великой Отечественной войне «Мы вас помним, мы вами гордимся». И провели для школьников. То есть это тоже хороший показатель, что наши уже внуки, правнуки интересуются историей Великой Отечественной войны, интересуются музеем, приходят к нам в музей и очень с удовольствием посещают вот все наши мероприятия, которые мы для них готовим и будем готовить впредь. Зинаида Григорьевна, конец декабря. Погода, правда, совсем не декабрьская. Настроение, может быть, не совсем новогоднее, но, тем не менее, в вашем музее какие-то специальные программы, акции, экскурсии по новогодней рождественской тематике проходят? Да, конечно же, обязательно. У нас есть амниционная программа «Праздник придет, гостей приведет». И вот как раз в рамках этой программы у нас сейчас проходят новогодние рождественские праздники для учащихся. Вот, с рождественским пирогом, с рассказом о Рождестве и, конечно же, с демонстрацией вертепов. Рождественских – это, конечно, традиционно. Может быть, несколько слов о планах на 2016 год. Чего рязанцам ожидать от рязанского Кремля? Ну, рязанцев следует ожидать новые какие-то проекты, да, новые мероприятия. Год кино. Год кино в России. Понятно, что мы обратим свои взоры к кинематографу, потому что рязанская земля дала ведь известных артистов, таких как Гарин и многие-многие другие. Поэтому мы расскажем о них на своих выставках. Проведем наши тоже праздники, которые будут посвящены этой тематике. И, наверное, попробуем концерт по мотивам песен из кинофильмов также представить на территории нашего Рязанского Кремля. Ну, планы мы пока еще, так сказать, продумываем. Но тема понятна, какая будет, да. И поэтому всех любителей нашего киноискусства мы приглашаем в наш музей-заповедник. Может быть, поздравите зрителей от Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника с наступающими праздниками? Конечно, с большим удовольствием. Дорогие рязанцы, дорогие гости нашего города, я поздравляю вас от имени всего коллектива нашего музея. Замечательным праздником Новым годом, замечательным праздником Рождеством. Желаю вам благоденствия, всего самого лучшего, доброго. И обязательно приходите в наш Кремль, вы с удовольствием проведете там время, отдыхая, бродя по нашим экспозициям и знакомясь с нашими новогодними выставками. Всего вам доброго. В свою очередь, мы тоже хотели бы поздравить весь ваш коллектив, от нашей телекомпании с наступающими праздниками, пожелать вам процветания и удачи в наступающем году. Спасибо большое. Будем стараться. Ну что же, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»